Евангелие от Луки, 13 глава, 21 стих. Оно подобно закваске, которую женщина взял, положила в три меры муки, доколе не скисло все. Росарство небесное подобно. Христос говорил притчами, и ученики не раз спрашивали его, почему к народу говоришь притчами? А ведь почему прямо-то не сказать? Я нашел ответ у Иоанна Златовуста. Он говорит, чтобы меньше были виновны. И чтобы вызвать интерес, чтобы спросили, а что это означает? Евангелие от Матфея, 13, 33. Запомнить можно, это самая короткая притча из всех притч Христа, в одном стихе. Притом притчи Христа, они все основывались на том, что люди знали. От того, что знали, он переводил их к небесному. Подобно закваске, которую женщина взял, положила в три меры муки, доколе скисло все. Про закваску все знают. Хлеб-то не продавался, а каждый стряпал сам. И кто женщина? Мы знаем, кто такая женщина. Мы ее видели. И что она взяла? Три меры, ну три чашки. Положила. Все скисло. Царство небесное. А как это может быть? И притом толкование, это очень простое. Но самому не додуматься. Я беседую с разными людьми, с сектантами, говорю, вы такую притчу знаете? Конечно знаем. А что она означает? Ну это, это троица начинает куда-то. Это дух, душа, тело, чтобы три пика нагнать. Да нигде про духу и тело в ветхом завете не было известно. Господь разговаривал с ветхозаветными людьми. Это не новозаветные были. И он говорил то, что им понятно. Ты что, знаешь, что такое тесто? Как не знаю. Еще из египетского плена выходили, и было сказано, возьмите квашир с собой. Который не успели выпить. Даже в трудной обстановке они это знали, несли на себе. Ну и как? Ну а ты сам рассуди. Царство небесное состоит из спасенных душ. С этим согласен? Ну ясно, грешники туда не попадут. Рад был рай, да грехи не пускают. Хорошо. Значит там будут души спасенные. Ну души это много. Давайте одну душу рассмотрим, и тогда поймем, что так и есть. Чтобы человеку спасти, что нужно? Ну что нужно? Заповеди Божии исполнять. А где он в Западе-то будет исполнять, если их не знает-то? Он на каждом шагу может нарушать. Ну значит надо рассказать. Ага, рассказать. Давай по порядку. Вера от слышания. Главный инструмент, орган в нашем теле – уши. А у православных-то не уши. Нос, запах, глаза, иконы, батюшка, как одет, заходит, выходит. На первом месте уши. Послание к римлянам, 10 глава, 9-й, 10-й стих. Вера, а без веры угодить Богу невозможно. Значит надо стать верующим. Нам достаточно рассмотреть спасенную душу одну. А таких много, и вместе не составляет Сарство Небесное. Значит вера от слышания. Да, мы договорились. От слышания. Попало в уши Слово Божие. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. И как слышать, если не будет проповедующего? Значит язык задействован. Произносит слова из Писания. А человек слушает. Услышал. А дальше? А дальше четыре категории в ушах разделены на четыре территории. Одна. Демоны там орудует. Сидит, спит все время. Что значит? Демон ворует и ворует. Твоя категория очень четко, ясно. Ты застолбила ее, и из нее не вылазишь. А почему? Да потому что свыклась с демонами. Тебе нравится, как они тебя щекочут. Как вносят в семя. Вышло пустота. Ничего нету. Да ты подвинься ближе, стань рядом. Рот разуй. Если уши не слышат. Когда человек рот разевает, тогда у него перепонка. Меньшее давление испытывает. И уши слышно. Убухие люди часто рот раскрывают. Это не случайно. Я приучаю тебя к слышанию слов Божьих, от которых ты давно отвыкла. Хотя знала все это. Вера-то от слышания. А если не поверила? Сворована. Засохла? Сворована. Заглушила темная забота непрерывная. Нет ничего. И только четвертая там часть даст плод. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. И на суд Божий не приходит. Но перешел уже сегодня от смерти в жизнь. Значит, что нужно? Поверить. Вот в уши попало слово, и сразу протекло до сердца. Веру это сердцем. Сердцем верует в правильность. Не ушами веруют. Это вторая вера Бухи. Первое – это слышание. Уши услышать. Второе – поверить сердцем. Но осталось третью найти. А третье – вера без дел мертва. Теперь от неверно ты покажи действие. Вера – ты сама по себе мертва. Надо делать. Ты услышал, что нужно делать? Милостыню. Да так. Юноша услышал, поверил, а сделать не смог, ибо был очень богат. Хрисон говорит, пойди, продай. И руками раздай. Не на банковый счет переведи. И он отошел с печалью. Третья часть не сработала. У православных не работает первая часть. А первой нет, если слово Божие не пропадет. Туда попадать вообще уже нечего. А исполнять можно учить человека. Но все он исполнять не будет. Он может делать, как механический робот. Добрые дела. Да добрые дела мусульмане делать, нам еще позавидовать придется. Насколько они добрые. Как у них развито гостеприимство. Какое почтение к старшим, к родителям. Как сноха должна уважать свою свекровку. Какое почтение мужья. У нас во сне мужья не видали этого. Они смеются над нами. Как женщины у них одеты. Что такое целомудрия они знают. Приучают все у них одеты. Нам только смотреть и плакать. Что мусульмане знают, как сохранить девственность. А у нас не знают. Они знают, что такое быть непьяным. А у нас не знают. Не знают. Пьют все. Попы запиваются. У староградцев это повальное буквально. Пьют до смещенника. Я знаю эту обстановку. Ну а как выйти? По порядку начинаем. Услышал. Поверил. Что Бог будет судить меня по первой мере. Послышанному и Слово Божие. Слышание, да. Слово Божие. И теперь, я если поверил, то в полноте все время забота будет. Как еще бы услышать? Как пойти в храм на проповедь? Как дома Библию открыть? Господи, дай мне веру. Я когда услышал, это было 27 сентября 1962 года. Моя первая мамля молитва была после слышанного. Дай мне веру. Не проходит туда и все. И Бог меня поймал на второй главе Деяния апостолов. В это время я занимался языками. Одновременно изучал семь языков. Иностранных. А вдруг заговорили не участь. Я сразу восстал. Не может быть. Хотя я за полтора месяца научился говорить на языке на одном. Ну, а за полтора месяца? Да еще. Как я упорно учился. Молодые силы и друг апостолу в одну секунду научились. Да не может быть. И они неграмотные, можно сказать, люди эти. Грамоты у них хватило на то, чтобы я обратился. Я говорю, ты одну не веришь, а другой другой не верит. Так у нас одни корочки от Евангелия останутся. И я понял, играть нельзя. И первая молитва, Господи, у меня нет веры. Я молюсь, вера в Бога есть, а веры в Слово Божие нету. Дай мне веры. И я получил ее в ту же секунду. Я почувствовал, как с меня тяжесть сходит. Я встал совершенно другой с молитвой. Ты проверь себя. Во вторую. Там прошло или нет. Если ты верующим себя считаешь, допусти, пожалуйста, до второго. До второй меры, до сердца. А сердце тогда наполнится страхом, Господи, а я не слышал, не знал, я не исполнял. Прости меня. А теперь услышал. Слушаю, а не выполняю. Увы мне. Вот это, увы, начало покаяния, Англатаус говорит. Теперь как это исполнить? Я это услышал. А могу ли я все до конца выполнить? Написано, не бойся, ибо я с тобою. А если я скажу, у меня с работы выгодит? Не бойся. А если я буду прямо говорить, может, ее еще мне и выгодит? Не бойся. Одна проживешь. То есть, третье ты должен притворить слышанное. А если я ему подам, а у самого дела есть нечего, а у меня дети. Подай. Десятина тебе не принадлежит. Если ты не хочешь быть воровом. Вы обкрадываете меня, говорит Бог. Чем? Десятина и приношение. Это не священнику нужно. Это Бог говорит. Бог. У тебя десять коров, а одна не твоя. Ну, начни так рассуждать. И десятину Бог тебе приложил, чтобы ты потом отдал. Вот и все. Она тебе изначально не принадлежала. Это Бог так сделал. А священник, священник из того, что получил, десятину еще должен отдать. Теперь он должен отдать. Это заповедь Божия. Поэтому торговли у нас нет. А зачем? А десятина все. Итак, уши, сердце, руки. Услышал, поверил, исполнил. Если исполнил все слышанное, спасется душа-то непременно. Бог будет судить по Слову Своему. И судимы были по написанному в книгах сообразность с делами. Что руки делали, как ноги ходили, благовествовали. Спасен, да. А вот таких спасенных душ много, и это и царство небесное. И царство небесное подобно женщине. А какой женщине? Душа человеческая называется женщиной. А закваска это Слово Божие библейское, которое Бог Егова дал пророкам, дал апостолам. Запомнишь, как только начинаешь замешивать, и сразу начинаешь молиться. Господи, я услышал это, и Ты эту закваску Слово Божие положил в меня, и все скисло. Все мои способности, все отдаю Тебе. Ты царствуй, я сам себе не принадлежу. Какая коротенькая притча, и как много сладостного в ней заключено. 1 Коринфянам 5-6. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска пасит все тесто? Той закваски нет, значит другая закваска. А какая закваска? Злой человек. Злоизвечный. Появился, и он клевещен непрерывно. Это закваска называется. И он настраивает всех против. Он может настроить против священников, против старших. Он не понимает, что делает. Он одержимый демоном. Это закваска. Это тоже закваска. Но закваска дурная. 1 Фестово Виктория 5-23-24. Сам же Бог мира даст светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости даст сохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Когда Слово Божие имеет у нас полномочия, властность, тогда человек прислушивается к слышанному. Уже пошел. Уже дело начатое. И вдруг ты увидел, не по Слову Божию, сразу остановись. Бога-то не нужно. Своими руками скорее разрушат. Это не от Бога. Начал писать письмо, и ты видишь, злобные слова идут. Богу не угодно это. Жена-то не учит, а учит-то безмолвы. Ты все уже ограды перешагнула душа. Ты беснуешься, не понимаешь. Остановись, сожнись своей рукой. А ты детям рассказываешь. Все дети будут против тебя идти. Кроме того, злой характер переместиться в дочерей. И дети понесут это злодейство дальше. У них не будет нормальной семейной жизни. Они также будут пытаться командовать, также засловить. Потому что грех, он монотонен. Он утомляет человека, человек ознобляется. А правильное дело, человек только думает делать, а то уже глаза у него сияют. А зел он ликует. Удалось. Все, что мы задумали, Бог сделал. Мы сегодня опять едем на благовестие. Я каждый раз вам говорю, проверяйте, что у вас лишнее есть. На транспорт. Мы едем. Берем Евангелие. Вчера клеим на них библиотеки, книги. Я каждый день, каждую неделю жертвую 10 тысяч 760. Это не ваши деньги. Но если разобраться, они и не мои. Я вчера рассказывал про человека, который дорог мне, который вышел на пенсию. И я за все лето один только звонок сделал вчера. Ему. Сказать, как он дорог для нас. У человека все есть. Достаток его, все вместе взятые наши крошки, что у него есть. Но когда я сказал, мы молимся за вас, вы послушали, как моло, что вы. Это так дорого для меня. Вот и все. И там, арабе, божий он или не божий, даже сказать не знаю. Но он делал божье дело. Владимир, помолитесь. Мы много от него уже имеем. Я рассказал для того, чтобы подражать доброму делу. Пригласил сюда. Пророк 8.6.3. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю. И этот вопрос надо ставить, молите Господи, Боже, знаю ли я Тебя? Мы знаем Бога наказывающего, Бога страшного в правосудии своем, и Бога милующего, Бога любящего, Отца всем нам. Как отец, родной, близкий, он неизвестен мусульманам, они его не знают. Когда одна мусульманка обратилась, она пишет, я впервые произнесла Отец Наш, в молитве Ощи Наш. Это потрясло меня, я думаю, считаю, ничего нет. Но я с детства слышал, поэтому не трогают. Это объединяющее, меня объединяет со всем человечеством, жившими и будущими. Отец Наш, Ощи Наш, и на небесах. И мы Его дети. Вот этого сыновства нет ни в одной религии. Потому что Он принял плод, родился, искупил. Ни одно божество, даже в мифологии, не могло искупить человеческий рост. Это сделал только Христос истинный. Иаков 1, 21. Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Отложите эту злобу. Я уже не злюсь. Но остаток все равно там есть. И примите это слово в уши, запустите. А теперь поверьте, по слову Божию Бог будет судить. И все наши неурядицы, недовольства с позиции вечности. Что это значит? Ну, взрыв в метро. 40 человек сразу погибло. 40 на том свете. И с чем они ушли? Вот сейчас пишут, утонуло 220 человек. И об одном. Приехали, а она, мы не жена, спят в одной палатке. Не жена. А ночью потребовалось выйти на улицу. И она забыла, в какой стороне палатка стоит. Но чтобы рядом не было, она подвинулась дальше. Это обрыв. И она тут же упала в воздух. Упала, только закричала. И по сегодняшний день друг не найдут. Где горный Алтай? Наши знакомые все туда едут. Куда вы едете? Там ворота в преисподнюю. Туда едут все.